Третья анемия за третий день у клиентов. Поэтому я понял, что вселенная говорит, расскажи, пожалуйста, об этом. Анемия – это конфликт крови, соответственно, все, что касается крови, абсолютно все, всегда добавляется слово клан, клановость, семейственность. А при анемии мы теряем либо гемоглобин, либо эритроцит. Это в зависимости от типа, очень важно, кстати, разбираться. Но суть проявляется в том, что мы как будто теряем жизненность. То есть мы не можем проявлять эту жизненность, а все потому, что мы испытали одиночество в клане. То есть мы не получили либо недостаточно любви с отцовской, либо с материнской стороны, либо и с той, и с той, и внимания, тепла, заботы. И казалось бы, мозг, ну сделай ты просто много эритроцитов, расслабься уже. Нет, к сожалению, это так размышляет дилетант, обыватель, я бы даже сказал. Наш автоматический мозг отношения наших родных и близких воспринимает как команду о нашем месте в клане. Тогда мы вынуждены всю жизнь сохранять этот статус через невозможность претендовать, проявлять конфронтацию, вступать в конфронтацию, опираться на свой стержень. Кстати, эти люди часто ощущают за спиной отсутствие вот этой опоры, поддержки и стержня. Попробуйте посмотреть себя. И еще может быть конфликт, когда я отказываюсь от какой-то части клана. То есть если я откажусь от материнской или от отцовской линии, что важно не мне, а кому-то из родителей, то тогда я как будто бы лучше должен жить, выживать. Это не мой мозг так думает, это программируется к кем-то из моих родителей. И унижение в клане, тоже один из конфликтов для анемии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!